Модная стихия, разрушающая стереотипы. На Магнитогорск надвигается традиционный фестиваль моды и музыки «Половодье». Обо всех нюансах большого и стильного праздника его организаторы рассказали на специальной пресс-конференции. В этом году Магнитогорск выйдет из берегов 20 июля. Это будет настоящее модное событие. Своей коллекцией носут зрителей на фестивале моды и музыки «Половодье» представят 25 дизайнеров из Магнитогорска, Челябинска и Екатеринбурга. Тематика стильного праздника в этом году конкретная. Его величество – театр. Мне кажется, что каждая коллекция уже есть театр, потому что каждый дизайнер вкладывает в нее душу. И когда они приходят на тренировки, чтобы поставить этот номер, конечно, мы пытаемся его сделать, обыграть театрализованно, чтобы не просто был проход, вышел и ушел, как говорится, а именно театр небольшой на подиуме. Тем более в этом году будет очень интересный подиум. Он не будет длинный, как мы привыкли, он будет высокий. И будет прямоугольный. Поэтому наши зрители будут сидеть вокруг прямоугольника, и модели будут ходить вокруг. На подиум выйдут 150 моделей в возрасте от 4 лет. Дизайнера представят на суд зрителей самые различные коллекции – семейные, детские, светские и даже для походов на рыбалку. Изюминкой события станет выход приглашенной коллекции. Ее подготовил фонд «Я – женщина» по ОММК. На коньки и каблуки встанут участницы женской хоккейной команды «Ночные ведьмы». Девочки-хоккеистки из команды «Ночные ведьмы» будут представлять свой бренд. Подготовлена коллекция. Абсолютно она различная. То есть это и тренировочные костюмы, это и вечернее платье, если можно так сказать. Это и деловые костюмы. Это действительно позволит нам показать девчонок не только в спортивную, в спортивную вставляющую. Потому что многие говорят, что такое женский хоккей, как девочки в хоккей могут играть, какой-то мужской вид спорта. На самом деле этот миф на половоде мы вместе с организаторами и нашим замечательным ателье, который работает от этой коллекции, птицей она называется, разобьем этот миф. Фонд «Я – женщина» является партнером фестиваля уже пятый год. Он берет на себя большую часть материальных и организационных вопросов. Также сотрудничают с половодием ведущие специалисты индустрии красоты. Яркие и уникальные образы моделям будут создавать порядка 40 мастеров, парикмахеров и визажистов. На самом деле я очень рада, что с фестивалем столько лет, уже 10 лет, здорово, интересно, драйв. Уже по-другому смотришь даже, не как первый раз. Многое замечаешь, многому учишься. И самое главное, студенты наши и выпускники, создавая красоту, они тоже растут, они тоже смотрят, что они могут большего, что жизнь не стоит на месте, что нужно пробовать себя, не лениться, получать этот драйв и расти, и идти вперед. Будет на половоде и возможность купить понравившиеся дизайнерские вещи. Эксклюзив за достаточно небольшие деньги. Цену, по словам организаторов, формируют стоимость ткани и пошив. И, как показывает практика, шоурум пользуется у гостей праздника не меньшей популярностью, чем основное действие. Победители половодия по традиции ждет множество призов, главный из которых – стажировки у знаменитых дизайнеров из Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы. В этом году организаторами предусмотрено вручение сразу трех гран-при. Их обладатели будут стажироваться в Италии. А это значит, что борьба за лидерство развернется нешуточная. Понаблюдать за фэшн-битвой и стать свидетелем главного модного городского события может каждый магнитогорец. Повторим, состоится фестиваль уже в эту субботу, 20 июля, в 18.00. Место проведения – арена «Металлург», вход для зрителей – свободный.